Именитый художник из Китая Елу прилетел в Кыргызстан на днях. Вместе с собой он привез около 25 картин, множество из которых он под вдохновением написал за неделю. Художник говорит, что рисуя картины, он смог поближе познакомиться с творчеством кениального писателя. Елу отмечает, что в Китае Айтматова читают, любят и уважают. За эти дни я смог поближе познакомиться с творчеством Айтматова. Прикоснуться к тем вещам, к которым он прикасался, также прошел по тем же местам, где и он. Я очень рад тому, что своим творчеством я вношу какой-то вклад в процветание дружбы Кыргызстана и Китая. По словам члена правительственной организации Китая Хуачжу Женя Чженя, Китай начал переводить произведения Чингиза Айтматова, начиная с 50-х годов прошлого века. На сегодня они перевели на китайский язык все его книги, самыми известными из которых считаются такие произведения, как «Джамиля» и «Дольше века длится день», «Белый пароход» и другие. Также декан кыргызско-китайского факультета КНУ отмечает, что данное мероприятие поспособствует укреплению отношений двух стран. Мы хотим показать кыргызскому народу, что Китай также очень интересуется произведениями и творчеством Айтматова. Хочется отметить, что мы сегодня подарим кыргызской стороне 20 переведенных изданий произведений писателя. Я с уверенностью могу сказать, что Китай дольше всех переводит и обновляет, и переиздает его произведения. Китай перевел полностью все произведения Чингиза Айтматова, были переведены на китайский язык. Вот сегодня, получается, привезли, значит, здесь большая делегация из художников, писателей, переводчиков, которые посвятили свою жизнь произведению Айтматова. Данная выставка еще раз доказывает, что творчество Айтматова имеет широкое значение не только для современного кыргызского общества, но и для всех его почитателей литературы. Он имеет мировое значение. Сегодня почитатели таланта Айтматова в Кыргызстане имели уникальную возможность увидеть картины художников произведениям писателя. Сегодняшняя выставка, она показывает и еще раз доказывает, что литературный талант, литература, как искусство, не имеет границ, и не имеет границ точно так же стремления наших народов культурно и духовно взаимообогащаться с помощью такого искусства, как живопись. Следует отметить, что данная выставка была организована Кыргызским национальным университетом имени Джусупа Баласагына и правительственная ассоциация Китая Хуаджу.